Ольга Гольцова не просто осматривает площадку, на которой находится филиал фонда «Защитники Отечества». Она беседует с каждым консультантом, задает вопросы, дает советы. Вот как вы считаете, что должно быть так, чтобы мы решали оперативно? Чтобы вопросы решались оперативно, было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом и Уполномоченным по правам человека в Самарской области. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать все меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В Самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Ветераны и участники СВО приходят с вопросами по расторжению контрактов, оказанию медицинской помощи, установлению инвалидности, поступлению в вузы по квотам. Эти вопросы, они, конечно же, требуют разрешения в срочном порядке на уровне не только фонда, но и на уровне всех структур власти. С теми же вопросами к нам обращаются и участники СВО и члены семьи. Вопросы, связанные и с возвращением из плена, вопросы, связанные и с получением инвалидности. Заключение соглашения позволит решать вопросы и проблемы гораздо оперативнее. Для фонда это одно из важнейших направлений взаимодействия и сегодняшнее соглашение с уполномоченным по правам человека в Самарской области дают для наших ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших. Всех ребят, которые обращаются на территорию фонда, открывает гораздо большие возможности. После церемонии подписания соглашения Ольга Гольцова совместно с представителями федеральных и региональных органов власти провела прием участников СВО и членов их семей. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.